Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на Надеюсь, все еще в вами любимую рубрику веселое объявление о втором. Это та самая рубрика, в которой мы смотрим различные объявления с различными автомобилями, которые прямо сейчас продаются. И, конечно же, это не просто какие-то машины, а все самое необычное, все самое эксклюзивное, все самое подозрительное, что прямо сейчас находится в продаже. Поэтому, друзья, по традиции, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Давайте же начнем смотреть сегодняшнюю подборку. Признаться вам честно, друзья, я действительно соскучился по подобным объявлениям. И вот, наконец-таки, возвращение. Отечественные автомобили, ну, так скажем, мягко говоря, по нехилой цене. 3 миллиона рублей просят за эту Ниву. Давайте же посмотрим и, в общем-то, хотя что тут смотреть, тут и так, в принципе, все понятно. Это новая Нива 77-го года. Да, друзья, я не оговорился, она действительно новая, без пробега, то есть тут указан пробег, в принципе, 5 километров. Ну, как бы тачка вот просто зашла с завода и никуда не ездила на протяжении... Так, сейчас, 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 я посчитаю. 43-х лет, 43 года, правильно я посчитал? Правильно, 43 года. 43 года этому автомобилю и он не ездил. Если честно, меня всегда волновал вопрос, как на протяжении, вот, например, если смотреть конкретно вот эту тачку, 43 года. На протяжении 43-х лет это нужно за тачкой настолько, ну, следить, как бы, да, она стоит, безусловно, но это не значит, что она может просто стоять и ты к ней не приходишь. Так, 43 года подождал, пришел такой, а не продать ли ко мне Ниву, которая у меня застояла с 77-го года? Кстати говоря, 77-й год это, по-моему, первый год выпуска Lada 4x4 2121, ну, короче, Нивы. То есть, вот, они появились в 77-м году, это еще и первый год выпуска. То есть, в принципе, такая, знаете, ну, не то, что прям какая-то прям значимая вещь для покупки этого автомобиля, но приятно. Приятно, что это не просто Нивасик из прошлого, а это как бы Нива первого года выпуска, которая сохранилась, соответственно, вот в таком вот виде. Кстати, цвет, ну, честно говоря, я понимаю, что... Блин, какая она охрененная, да, смотрите, с мордашки, просто реально, просто, просто вообще целая, невредимая, вообще не проехавшая, ну, грубо говоря, ничего. Ну, и цвет, кстати, вот, ну, прям вот такой вот желтовато, я даже не знаю, как этот цвет называется. Просто, на самом деле, всегда у отечественных автомобилей, у них там может быть написано, там, какая-нибудь зеленая, мурена, там, ну, мокрый асфальт, ладно, это не так, там, я не знаю. Если я не ошибаюсь, по-моему, даже вот выходили приоры, что ли, там был цвет, прямо написано Сочи. То есть, типа, это, по-моему, какой-то то ли темно-серый, то ли темно-зеленый, я честно не помню. Или там, например, были, по-моему, была классика, цвет наутилус, вот, по-моему, как раз он был темно-зеленый. Короче, то есть, у них всегда вот были какие-то непонятные названия, честно, очень интересно, как написано в ПТС. Потому что, я не думаю, что написано желтый, там, наверняка, что-то вот такое вот, вот, прям вот, вот, максимально экстравагантное название написано. В общем, 3 миллиона рублей, давайте посмотрим, что написано в описании, значит, соответственно, 77-й год, все, мы посмотрели. Состояние, кузов 5 из 5, тех, состояние 5 из 5, салон 5 из 5, а, вот, окрас лимонный. Ну, может быть, кстати, написано лимонный, действительно, ну, как бы, неплохо, неплохо, прикольно. Так, заполнительная информация по телефону, цена 800, так, я не понял, подождите, в смысле 800, если написано 3 миллиона, то есть, уже, как бы, такой торг существенный в виде, то есть, минус 2,2 миллиона, получается, с этой тачки уже, как бы, скинули, или что? Не, 800, кстати, это, по-моему, нормальная цена-то. Ну, типа, сейчас Нива новая стоит, хер пойми сколько, а тут за 800 капсула времени без пробега, если реально 800. 3 миллиона, это, как бы, ну, реально много, а вот 800, ну, типа, какая разница-то, на самом деле? Типа, за 800 брать новую Ниву, которая, там, магнитола появилась, или же взять, как бы, 77-го года? 77-го, машине 43 года, по той же цене. Ну, вот, я, 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 серьезно, разницы никакой, по сути, ну, типа, вообще, как бы, а что поменялось? Не, ну, ладно, хорошо, Нива, ну, если говорить о 4х4, 2121, которая сейчас продается, она, типа, там, да, рестайлинг уже, который появился в конце 90-х годов, фары стали другими, передний и задний, руль поменялся, там, да, вот, как бы, ну, вот это окей. Но, в целом, ситуация особо сильно кардинально не изменилась. Так что, друзья, капсула времени не за 3 миллиона, а за 800 тысяч рублей. Нива без пробега, который 43 года. Это очень достойно, и мне, блин, всегда реально интересно было, как, вот, как поддерживать автомобиль, чтобы он стоял, то есть, вот, именно хранение, это же разные, ну, разные вещи, эксплуатация и хранение. Именно, чтобы тачка хранилась где-то, то есть, это же и температура, блядь, и еще что-то. Это прям, тоже, на самом деле, дорогого стоит. Респект, респект, это реально круто. Ну, а теперь давайте добавим немножечко чего-то реально веселого. Продается в Рязани семерка за 245 тысяч рублей, честно говоря, даже не знаю, что тут говорить, потому что, ну, я, конечно, уже просто увидел этот автомобиль, поэтому сейчас у меня уже такого удивления нет, но это прикольно. Ну, типа, молния Маквин из семерки, вполне нормально смотрится, я, честно, не очень понял, что такое вот это на лабаше. Это, скорее всего, что-то с внутренней стороны, это, естественно, не наклейка же, я так понимаю, хотя... Не, наверное, все-таки нет, это просто, может быть, что-то там, как-то, что-то, как-то где-то, что-то растягивается в салоне, прилегает к лабашу с внутренней стороны, и получается, как бы, ну, типа, глаза. На каркасе переварено, перекрашено, полный тут ребил всего, плюс ко всему, как бы, еще приятности такие, например, как... Ну, тут можно перечислять много, на самом деле, приятностей, как минимум шестнарь, конечно же, по подвесочке тут, как бы, тоже не сток. Ну, то есть, такой, как бы, не то, чтобы корч, но приятная такая семерка с тюнячками. Еще и с видом под молнию Маквин, 245 тысяч рублей за ухоженную классику, сделанную на стильке, которая валит нормально. Ну, нормально, реально, то есть, ну, типа, можно, конечно, и подешевле, но в целом заебок. Прикольно, я бы, честно, ну, как бы, вот, на такую, естественно, обратил внимание, как, наверное, и многие, потому что узнаваемо, неожиданно, интересно. А мы идем дальше. Итак, следующий автомобиль, 221 Рест, С500, Ферматик, все дела, как бы, все нормально, бордовая кожа, мало фотографий, но это не важно. Автомобиль уже продался, к сожалению, я, честно, не помню, за сколько он продавался. Это не важно, это совершенно не важно, важно то, что находится в описании. Потому что здесь написано следующее, просто, вот, 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 секундочку, я вот сейчас прочитаю, сейчас, вот, вот. Нужно устранить некоторые недочеты, которые я сам сделаю. За свой счет в остальном состояние идеальное. Нужно устранить некоторые недочеты, которые я сам сделаю. Нужно устранить некоторые недочеты, которые он сам сделает. Нужно устранить Он сам сделает Устранить нужно, но он сам сделает Ну то есть как бы Нет, я понимаю, может быть Я не пытаюсь придраться Честное слово Я просто не понимаю Это очень странно звучит Если недочеты уже сделаны Точнее их нужно просто сделать И как бы сообщить, например, потенциальному покупателю Либо расписать, что там Была такая-то проблема, она устранена Тут написано, нужно устранить некоторые недочеты Я сам этим займусь Ну типа сам это Так, ладно, короче, это очень странно Ничего я не понял, честно, но тачка продана Может быть, конечно, продавец ее просто снял с продажи Но, возможно, она действительно продалась Короче, ничего не понял Но вот как бы как-то так Мы идем дальше Итак, друзья, теперь немножечко печали Честно, я не знаю, за сколько этот автомобиль продавался Потому что, когда я открыл уже это объявление, он уже был продан Значит, во-первых, это С-класс 222-й, уже теперь До рест 14-го года 400-й, лонговый Это тот, который на 3 литра 333 силы На самом деле это совершенно не важно Потому что важно его состояние Хорошо Ну, неприятность произошла Действительно, произошла неприятность Как бы вот такая вот Вот такой вот нюансик Все дела Пробег Я честно вам скажу, что я первый раз вижу 222-й с таким пробегом 372 945 километров У этой тачки, если верить описанию Был один владелец То есть, который ее купил новый И проехал 372 945 километров То есть, это с 14-го года За 6 лет Ну, там, плюс-минус возьмем Даже там за 5 Окей, за 5 лет Ну, мало того, что это прилично То есть, это автомобиль Который использовался каждый день Меня удивляет, что Современные машины Могут проезжать столько Потому что Не каждая машина Продается с таким пробегом И, кстати, судя по тому Что этот автомобиль Был продан Ну, в таком вот состоянии Есть подозрение Что он может потом Просто выскочить в продаже С пробегом Тысяч на 200 Меньше минимум А может быть на 300 И уже целенький Потому что, как-то Судя по всему Быстро он продался Я не знаю По какой цене Серьезно Но 372 тысячи пробег Посмотрите на сидение Водительское Ему вообще По хую Просто То есть, оно не выгодит На 372 тысячи Так что Бля, на самом деле Респект Потому что Всегда было интересно Посмотреть на такие Люксовые тачки По типу С-класса С таким пробегом Как они вообще Ну, то есть Что с ними происходит Мы, конечно, не можем знать Что было по технической части Ну, опять же Визуально автомобиль Попал в ДТП Бывает всякое Но посмотрите Реально на состояние салона В целом Конечно, ни хера не видно Но сидения Они выглядят как сидения Не у каждой машины Сидения будут выглядеть Как сидения На пробеге Почти в 400 тысяч И, кстати, судя по комплектации Она весьма такая простенькая И сидения самые простые Так вот Фишка как раз-таки Этих сидений Я, так как был владельцем Я этот вопрос Так скажем Немножечко изучал Действительно Те, кто покупал Базовые сидения Грубо говоря Вот эти вот Они хвастались тем Что они вообще неубиваемые То есть Те, кто заказывал Более дорогие Причем Они там пиздец стоят Бабок на самом деле Они такие Более там пошиты Там где-то Алькантар Как что-то такое Но они удрачиваются Буквально за несколько Десятков тысяч километров Когда этим Вот просто живой пример Реально Триста, сука Семьдесят две тысячи Этот автомобиль Проехал Сидения Это Это очень достойный результат Конечно Может быть они не родные Тогда вопрос уже Ну как бы это Но если они родные Это пиздец Да и руль Ну видно что он как бы Весь такой уже затертый Но Блядь Это нормально Это очень нормально Это вообще пиздец Как нормально она выглядит Так что Судя по всему Тачка была хорошая Ее просто забрали Сейчас восстановят Скрутят пробег У меня просто предположение Это мое чисто предположение И оно возможно появится В продаже Потому что Ну конечно да Такое неприятное Неприятное ДТП было Мягко говоря В общем как то так А мы переходим К последнему объявлению Друзья Ну и напоследок Тачка которая Не то чтобы прям Заслуживает внимания Но Очень недооцененный Автомобиль Который не принял Наш народ То есть в России Она вообще не пользовалась Никаким спросом Одна из последних Вообще Выпускаемых И продаваемых У нас Фаэтон Лонговый Первое поколение Рестайлинг Лонг То есть Это я подчеркну Потому что Как бы они по моему Нет Они ну да Наверняка были Не все лонг Двенадцатого года Автомобиль по ПТС И знаете Я прекрасно помню тот момент Когда я в тринадцатом году Ходил По автосалонам Убирал себе Либо Октавию Которая только туда выходила Вот Появлялась Либо Фокус третий И заходил так же Вольксваген Смотрел Джету И видел этого красавца Который просто Из остатков Наверное пытались Продать Ну новый автомобиль Еще был Но он уже тогда был Наверное Может быть Они в тринадцатом году Перестали выпускаться Ну не суть важно Короче тогда я продавался Новый Фаэтон Я прекрасно помню И прекрасно видел его В автосалоне И знаете Он просто стоял И он Всем видом намекал Что Блять Походу Меня никто не заберет Ну потому что Это знаете Ну по сути Это Бентли Да вот Континенталь GT Или же Флайнг Спюр Бентли Упрощенный Или наоборот Фаэтон Это упрощенный Да Фаэтон Это упрощенный Бентли Либо же Бентли Флайнг Спюр Это пиздатый Фаэтон Например Так вот Эти автомобили Ну реально Просто Ну их Такое мизерное Количество Нет конечно я думаю Что возможно Кто-то из вас Их видел вживую Я видел несколько раз Конечно больше Можно встретить До рест Которые просто Вросшие в землю Где-нибудь стоят На пузе Просто без пневмы Рест в хорошем состоянии Это действительно редкость И вот это Один из таких вариантов Который сейчас продается За 2 миллиона 230 тысяч рублей В Москве Машины пробег 26 тысяч километров Оригинальный У нее Два владельца И как бы Вот она Куплена нового В салоне В 2014 году И вот как бы На ней мало катались Машина реально В хорошем состоянии Но просто она Она тогда-то Никому не нужна была Я честно не помню Сколько она новая Стоила на то время Но это были другие цены Совершенно И сейчас она просто стоит И как бы Продается Потому что Ну серьезно Кто купит Фаэтон Вот давайте так Вот честно Вот тогда Было непонятно Кто эти люди То есть тем кому Хотелось что-то попроще Чем А8 Ну я не думаю Типа То есть Это получается такой Бюджетный Представительский класс Но люди Которые покупают Представительский класс У них Вряд ли есть слово Вообще бюджет В голове Наверное Ну типа Когда они покупают Новый С-класс Там новую семерку БМВ Как бы Новый Фаэтон Короче Это было очень сложно На самом деле Понять кто покупает Эти машины Тогда Новыми А кто покупает Их сейчас С пробегом В достойном состоянии Это прям К сожалению сложно Поэтому я пожелаю Реально удачи Продавцу Надеюсь он Найдет своего клиента Да И продаст свою малышку Потому что тачка На самом деле интересная Я ничего против нее не имею Она действительно Неплохо выглядит Как раздутый Пассат Пассат на максималках И как бы Ну прикольно Ну реально прикольно Ну к сожалению Она вот у нас Не полюбилась И не пользуется спросом Я реально их очень давно Уже не видел Но вот такой вот С-класс От Фольксвагена Под названием Фаэтон Ну что друзья На этом будем заканчивать Огромное спасибо всем за просмотр Ставьте лайк Если вам нравится смотреть рубрику Веселое объявление Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео Оставляйте ваши комментарии До новых встреч Всем удачи И всем пока-пока Друзья